Итак, друзья, у нас в гостях Андрей Дмитриевич Артемьев, президент Всероссийской Лиги Защитников-Потребителей. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Доброе утро. Мы знаем, что 2012 какой-то особый будет год для защитников-потребителей. Ну не для защитников, а для потребителей. Дело в том, что в феврале, 8 февраля, исполнится ровно 20 лет с момента принятия закона Российской Федерации о защите прав потребителей. И этот год еще характерен тем, что исполняется 50 лет со времени речи Кеннеди, которая тоже была произнесена 15 марта в Конгрессе Соединенных Штатов. Он декларировал, так сказать, Билли о потребительских правах. Это является началом легальной защиты прав потребителей во всем мире. Так что вот такие юбилейные вещи, которых, конечно, их нельзя не обойти вниманием. Это обязательно нужно отмечать. Я думаю, что все средства массовой информации еще много-много поговорят об этих вопросах. В лишний раз привлечь к этому внимание, думаю, не будет лишним. Ну что ж, а теперь к вопросам. Итак, первый вопрос. В декабре 2011 года мне подарили подарочный сертификат в парфюмерно-косметический магазин на сумму 5000 рублей. Сертификат мне прислали знакомые из другого города, в котором тоже есть филиал этого магазина. Могу ли я забрать всю сумму, не обращаясь в суд, если в магазине мне ничего не подходит? И как это правильно сделать? Вообще это можно сделать? На самом деле, с точки зрения действующего законодательства, то есть сам срок действия сертификата может истечь. И он прекратить может свое действие. Но вот сумма денег, которая отдана, она не может истечь нигде. И не портится, не продухает, это не колбаса. Поэтому, в принципе, да, деньги могут быть забраны. Другое дело, вот отдадут ли их без суда. Но если говорить о судебной практике, то никаких иных решений суд никогда не принимал. Он всегда принимает одно единственное решение, деньги вернуть. А момент, то, что приобретено в другом городе, а здесь филиал. Ну, дело в том, что любой гражданин, в принципе, и вообще любое лицо вправе обратиться с иском в суд по месту регистрации юридического лица, а также по месту нахождения его имущества. Филиал это имущество, а следовательно, можно обращаться здесь в суд по месту нахождения имущества. Ну, а кто придет отвечать, так сказать, это уже не дело гражданина. Хорошо, обращаемся в суд в данном случае. Следующий вопрос от Ангелины Павловны. Купили стиральную машину, она сломалась, будучи на гарантии. Нам заменили сломанную машину на новую. Новая стиральная машина на гарантийном сроке тоже сломалась. Написали в магазин претензию с просьбой вернуть уже не машину, а деньги. Может ли продавец в этом случае отказать нам в возврате денег и настаивать только на замене машины? Ситуация такая, что настаивать на замене машины и настаивать на возврате денег, что является правом потребителя, в данном случае равнозначно может быть и нельзя. Почему? Потому что для того, чтобы на этом настаивать, нужно доказать, что недостаток, то есть вот машина вышла из строя по причине недостатка, который носит существенный характер, неисправимый. Дело в том, что стиральные машины и программные автоматы, они включены в перечень технически сложных изделий, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации. Поэтому требование вернуть деньги или заменить может предъявляться в определенных условиях, поскольку, я так полагаю, все прочие условия прошлись, сейчас главным является существенность недостатка. Это неисправимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных затрат времени или средств или после ремонта повторяется вновь. Таким образом, на сегодня пока законное требование – это ремонт, если не доказано, что этот недостаток существенный. Следующий вопрос. Я купила в магазине шарф, но чек не сохранила. Через 5 дней шарф начал распускаться. Пришла в магазин, чтобы заменить. Мне сказали, что чека нет и отказали. Хотя говорят, что помнят меня, но без чека не имеют права произвести обмен. Это правомерно? Нет, не правомерно. В законе везде написано, отсутствие чека кассового аппарата не освобождает предпринимателя от ответственности. Если факт налицо, никаких проблем нет. Здесь нужно бороться. Здесь нужно просто продолжать свои действия. Дело в том, что предприниматель, который не удовлетворяет законные требования потребителя, он рискует, во-первых, все связанные убытки выплатить, компенсировать моральный вред. И самое страшное, когда еще неустойка запускается, еще счетчик неустойки 1% в день за каждый день, просрочки от стоимости вещи. И в конце концов, когда суд принимает решение в пользу потребителя, там сказано в законе, он налагает штраф в размере половины суммы присужденной потребителю. То есть все, что положено потребителю, и сверх того еще штраф. Поэтому риски предпринимателя очень высоки, потерять достаточно большие суммы денег. Ну и конечно, самая главная реклама, это сарафанное радио. А здесь наверняка будет антиреклама. И давайте очень кратко вопрос, который анонсировали. Мы купили фейерверк в новогоднюю ночь. При запуске он выстрелил всего на 1 метр и маленькими искрами. Это явно брак. Как мы можем доказать в магазине, что был дефект? Кроме использованной коробки, нам нечего предоставить в качестве доказательства. А стоимость этого удовольствия была 3,5 тысячи рублей. Если с помощью экспертизы этот вопрос доказать будет можно, то деньги, безусловно, можно вернуть. Ну да, наверняка осталось вот это обоим, с которыми вылетали. То есть в данном случае только коробка и показания свидетелей. Потому что, надеюсь, не один человек запускал этот фейерверк. То есть если все это будет, то не вопрос. Решение суда, скорее всего, будет в пользу потребителя. Спасибо, дорогие друзья. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Андрей Дмитриевич Артемьев, президент Российской Лиги Защитников-Потребителей. Каждый четверг в нашей студии интервью с экспертом смотрите на сайте www.chon4.ru Спасибо большое, Андрей Дмитриевич. Друзья, через несколько минут рекламы мы вернемся к вашим сообщениям. Пишите, какой фильм в новогодние каникулы вас зацепил. Чем, почему, ждем.